Звёздная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброго времени суток. Сегодня гостья, с которым мы уже знакомы очень давно, но вот сегодня как она не могла добраться до Радио ВОЗ. И вот сегодня я рад приветствовать в эфире Радио ВОЗ Светлану Фетт. Добрый день, Светлана. Ой, Виктор, добрый день. Добрый день, Радио ВОЗ. Очень рада сейчас находиться здесь, в этой студии, рядом с тобой. И, конечно, приветствую всех наших радиослушателей и коллег Радио ВОЗ. Ты, вот только что мы вне эфира говорили, вчера была фотосессия, потом приглашают какие-то компании. Вот бежит время беспощадное, которое нас где-то любит, где-то не щадит, но ты всегда востребована. В чем секрет вот такой твоей вездесущности? Потому что ты очень много мероприятий везде проводишь, и концерты бывают такие прям грандиозные. Потом вот ты расскажешь об этом. А как докатилась такой жизнь, что прям уже вот даже пандемию покоя бывает, не бывает? Не бывает, да, ведь в красоте души, наверное, и в безотказности. Отказать не могу, понимаешь? Понятно, понятно. Поэтому, наверное, так получается. Ну, слушай, сказать, прям совсем такая прям везде-везде востребованная. Не буду так, наверное, кичиться. Не, ну, часто все равно. Ну, да, да. Я рада, что и свыше, и рядом кто идет, и меня знают, и приглашают. И я с большим удовольствием практически не отказываю нигде, пользую, распределяю свое время и стараюсь попасть, успеть быть в течение творческого полета и движения. Мы вот с одним человеком разговаривали о тебе недавно, не буду сейчас называть его имя. Это секрет. Да, секрет. И он говорит, ну, Светлана Фетт очень порядочная, очень такая хорошая девушка. Я говорю, ну, конечно. Мы тоже знаем уже не первый день, что она и честная сама с собой, с аудиторией, и очень порядочная. Поэтому давай послушаем твою визитную карточку. Да, я ведь два слова прямо скажу. Неожиданно, как уже несколько лет, песня «Ночь, сон». Питерских авторов слова Арины Мишиной и музыка Марии Богомоловой стала действительно визитной карточкой. И она звучит в двух вариантах. У меня я писалась на питерской студии и записалась в Москве на студии главкино. И сегодня я хочу все-таки предоставить кавер-версию, которую я записывала здесь, в Москве. Песню «Безумно любят» на каждом концерте. Я исполняю ее два раза. И, наверное, название ее стало не «Ночь, сон», а «Гимн любви». Вот, наверное, нашу передачу мы откроем с этого гимна любви «Ночь, сон». Слушаем эту песню «Волнах радиовоз». Ты слышишь, от тебя я не уйду В твоей душе я буду долго жить Любовь и радость поглотку напополам с тобой я буду пить Звездой ночи я буду за окном Дарить тебе вечернюю прохладу И нежным безмятежным сном К тебе предупрежусь и буду рядом Ты слышишь, никогда я не уйду Ночь, сон, душа и сердце пусть не знают Предательства, измены и обид А за окном луна сияет Ночь, сон, ночи с любовью Я заберу в свой сон вечный плен И до утра останемся с тобою Я буду любоваться, как ты спишь И как во сне дрожат твои ресницы Смеешься, плачешь или грустишь Я угадаю то, что будет сниться С тобой я буду вместе до утра И охранять твой сон из наших грез Я знаю, что вставать пора Так нежно прошепчу Люблю тебя до слез Ты слышишь, от тебя я не уйду Ночь, сон, душа и сердце пусть не знают Предательства, измены и обид А за окном луна сияет Ночь, сон К тебе приду, ночи с любовью Я заберу в свой сон и вечный плен И до утра останемся Ночь, сон, душа и сердце пусть не знают Предательства, измены и обид А за окном луна сияет Ночь, сон, душа и сердце пусть не знают К тебе приду, ночи с любовью Я заберу в свой сон и вечный плен И до утра останемся Я с тобою С тобою Звездная гостиная С Виктором Тартановым на Радио ВОЗ Дорогие друзья, Светлана Фетт Сегодня гость программы И хочу сказать, что Много приходилось общаться И слышать ее в концертах И на самом деле Жизнь артиста Она, ну, как сказать Непредсказуема, да Я помню, был у тебя такой Грандиозный концерт в Москве Какая-то была дата или что-то И вот прямо там много людей было Очень Можно вспомнить в этом концерте? Вспомнить можно Это 19-й год, декабрь Это мой творческий вечер Можно сказать, бенефис Был сольный концерт Трехчасовой В двух отделениях Назывался он «Позволь тебе, Москва, сказать» В этом концерте я очень хотела Познакомить своих зрителей Всех, кто пришел С моими авторами песен Потому что мы всегда знаем Что мы-то являемся Тем самым красивым абажуром Который выносит и поет эту песню И все говорят Боже, какая красивая И какая хорошая песня Какой великолепный артист Певица А вот их, людей Которые находятся в тени Я так всегда говорю Мы не часто могут видеть люди И поэтому у меня была задача первая Познакомить Москву Со своими авторами Песен, которые мне написали Но первую линию занимали, конечно же, дети Я занимаюсь небольшой боготворительностью У меня на моей родине Тульской области Город Новомосковский Из детской школы-интернат Которую я курирую Которую я отношусь с теплом С любовью и душой Я приезжаю к ним всегда И вот вы знаете Почему-то я так подумала Что в предновогодние дни Я могла бы исполнить Желание детишек Не всех, может быть Но некоторых И думала, что Сделав этот шаг Я действительно дам им тепло Ко мне приехали ребята Это с детской школы-интернат На целом автобусе На большом Они танцевали перед моими зрителями Тронули их сердца Это было действительно до слез Я сейчас ведь разговариваю У меня мурашки идут Ты знаешь, я помню, как ты к этому готовилась Как ты волновалась Я волновалась Да, вы знаете Это вообще Я подготовила концерт сама Целиком Полностью Я вела программу сама Я отвечала за задник сцены Я отвечала за всех артистов У меня пели И тот, кто поет из авторов песен У меня были гости приглашенные Выступали мои детишки Ну, в общем Это был праздник Все собранные деньги с этого концерта Я отправила в детскую школу-интернат И я очень этому счастлива И для меня Это был не первый сольный концерт Но такой, как он был в 19-м году В декабре, 5-го декабря Это, я считаю, что один из лучших И самый, наверное, первый И памятный сольный концерт в моей жизни Я рада, что совершила этот шаг Ты знаешь, когда ты счастлива сама Ты, несмотря ни на что Идешь по жизни смело И честно, как я сказал И вот исполнения твои Они всегда искренние Если ты поешь песню То ты действительно вкладываешь душу И никто не сомневается Вот в твоем профессионализме Можно вот несколько слов Прежде чем мы сейчас послушаем Еще одну песню Как все началось Как у тебя началось Как ты пришла к песне? Как я пришла к песне? Коротко Еще девочка Всегда любила выступать Уколо подъездов Перед бабушками Всегда пела Раненая птица В руки не давалась Раненая птица Птица оставалась Помнишь, да, такой песня? Да, да Я еще ее сопровождала танцем В общем, собирала концерты Была влюблена вообще, наверное В песню с самого детства После чего я поступаю В колледж культуры и искусства В городе Тула И заканчиваю по классу хореографии Тарабаню 4 года Извините за такое слово С большой любовью и наслаждением И дальше отправляюсь Поднимать целину Ну, целину только Опять-таки к себе на родину В дом культуры Сельский дом культуры И создаю большую группу Мой любимый коллектив Визит Который за буквально Некоторое время Даже меньше, чем год Уже занимал уровень Полупрофессионалов Деревенские детишки мои Да, шагнули вперед И так я А параллельно был ВИА Знаешь, да? Очень было модно Ну и, конечно же Как же это я? Танцующая не должна Побывать в ВИА Сначала была на бэк-вокалах Потом немножечко позволяли Исполнить песню И я втянулась И вот так вот я с ВИА И начала А потом Первый раз я Ну, конечно, каверы Попробовала написать стихи И я не знала Кто бы мне мог написать музыку И тут опять-таки Судьба повернулась лицом Я постречалась со своим педагогом Ныне покойным Царством небесное Михаилом Ильичом Албановым Великолепным музыкантом Джазменом Который и написал мне Первую музыку К первым моим стихам И который вложил в меня Виктор Вообще все Что я, наверное, сейчас Из себя представляю По вокалу И я, наверное, живу сейчас До сих пор Его уроками, памятью Светлая память Да, этому человеку Да И благодарю его И Бога Что он мне был послан Многие-многие годы Я очень скучаю по нему Но продолжаю его дело Иначе никак не могу Занимаюсь вокалом Постоянно и каждый день Хотя сейчас у меня есть Новый педагог И я уверена, что Михаил Ильич мне тоже Помог в этом Потому что Педагоги Это чисто индивидуальное И найти их И их найти очень сложно Я сейчас рада Что со мной Дарья Карнаух Я благодарю Если она меня сейчас слышит Я передаю ей привет И хочу сказать, что я ее люблю И она мне дает еще что-то новое В общем, я в постоянном Не стесняюсь этого Я постоянно учусь Нет предела совершенства Как сказала великая Тина Тернер Слушаем дальше Великую Светлану Фиэт Потому что на самом деле Вот твои вот эти Все годы, которые ты прошла Они были зачем-то даны тебе Я уверен, не зря Все делает тебя сильнее Сильнее и сильнее И ты превращаешься уже Прям я вижу, что в такую харизматичную певицу Которую действительно Мы слушаем И получаем истинное удовольствие Уже давно, кстати, это произошло Тем не менее Видите, как человек самокритично Продолжает учиться Да, 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 да Я сказала, нет предела совершенства И сейчас мы послушаем Следующую песню Ведь, с твоего позволения После нее я пару слов скажу Потому что это очень-очень близко С моим сольным концертом И то, что происходит дальше Так что слушаем Роза белая Лепестки свои Теряла роза Будто слезы падали в траву Лишь, чтобы отважно защищали Охраняя жизнь цветка в саду Одиноко с нежностью ранимой В белых кружевах Цвела она Цвела она Аромат души ее открытой Все хотели ощущать сполна Роза белая Душа несмелая Зачем впустила в сердце ты любовь Зависть черная Молва проворная Сломали жизнь твою В краю цветов Сердце хрупкое Искало счастье В том саду, где не было тепла Жизнь дарила ей одно ненастье Но жила мечтой она всегда Потеряла лепестки все роза На ветру холодном Не дыша Но росточек вышел сквозь морозы Зацветет еще весной она Роза белая Душа несмелая Зачем впустила в сердце ты любовь Зависть черная Молва проворная Сломали жизнь твою В краю цветов Роза белая Роза белая Душа несмелая Душа несмелая Зачем впустила в сердце ты любовь Зависть черная Молва проворная Сломали жизнь твою В краю цветов Роза белая Роза белая Роза белая Звёздная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ Светлана Фетт сегодня у нас в гостях, замечательная певица, причём есть и авторские песни, пишет стихи. Я по секрету скажу, что работала ведущей на радиостанциях. Да, это точно. Вот, и прекрасно танцует, прекрасно может организовать любое мероприятие. Вот она, такой человек, который, вот если дашь ему задание, сделай это. Мне кажется, ты в Кремле бы лучше сделал, чем многие другие. Итак, слушаем, вот что ты об этой песне хотела сказать. Ну, я хочу ещё раз всех поприветствовать слушателей радио ВОЗ и себя, Виктор, и поблагодарить всех коллег радио за приглашение. Мне очень уютно, кстати, тепло, и у меня вообще прям вот настроение. Даже не знаю, у кого-то понедельник, наверное, рабочий тяжёлый день впереди всей идущей недели, а у меня прям сегодня праздник. Я хотела рассказать о песне «Роза белая». Автор Елена Савельева, музыка Виталия Сухова. С Леночкой познакомилась чисто случайно. Она прислала песню мне, не песню, а несколько песен мне на электронную почту. Прослушав, в душу сразу впала «Роза белая». После этого я ещё отыскала множество песен, и на своём сольном концерте, который был в 2019 году, я вынесла сразу три песни Елены Савельевой, одну из которых она мне вообще подарила, а в будущем она мне их вообще надарила. И почему я хочу сказать, сдружилась так до такой вот близости, что я решила за её прекрасные песни, стихи, за её доброту записать альбом, сольный альбом на стихи Елены Савельевой. Что я и делаю. Мне остаётся в моей работе буквально три песни, и будет готов альбом к выпуску. Как будет называться альбом? А называться он будет «Роза белая» по первой песне, почему я её сегодня и включила. Как только альбом будет готов, ждите презентацию альбома, которую я обязательно буду делать как в виде концерта, так, естественно, и в электронном виде, я всех оповещу. А вот, с вашего позволения, я хочу ещё раз поздравить с юбилеем Елену Савельеву, которая 8 апреля стала круглой отличницей, прям ровно 5-5, да. Отлично. И впереди её творческий юбилейный концерт, который как раз Виктор пал на мои плечи вести. Так что я буду с удовольствием и ведущей, и поющей, и, может быть, танцующей. Музыка нас связала. Да, вот как раз вот несколько слов о Розе Белой. Ну вот вернёмся к тому, что ты, значит, подняла танцевальный коллектив, стала участвовать в ВИА, пела там бэк-вокалы. Как ты запела сама уже вот так, как ты поёшь, ты понимаешь? Не всем, я скажу тебе с большой уверенностью, как и ты, я тоже наслушался в своё время. Мы с тобой и меломаны, и всё такое. Да, и гурманы. И гурманы, да. Поэтому вот как пришло вот это желание души выразить себя в песне, потому что ты буквально проживаешь песню. Я знаю, как ты выбираешь репертуар, ты мне иногда присылаешь песни послушать, и я уже слышу, что эта песня уже, она записана так вот, на такой грани какой-то вот, на таком надрыве бывают такие вот песни, которые цепляют, вот за душу берут, да, как говорится. Как тебе удалось, и как ты к этому пришла, как ты поняла, что так можешь? Ведь, ну, во-первых, я сейчас хочу сказать, что выбирая вообще песню, вот с финала твоих слов, да, я всегда обращаю внимание на слова. И я говорю наоборот, слова должны петься, а музыка должна читаться. Я очень сейчас в последнее время тонко подхожу к репертуару своему, и для меня важно каждую песню прочувствовать душой и сердцем, пронести её через себя и этим дать почувствовать своему слушателю. То есть каждая песня — это история. И вот в каждой истории я играю роль, как актёр играет роль в телевидении, а я вот за этой ширмой. И этому меня научил опять-таки мой педагог, потому что он сказал, вот ты представляешь, ты на концерте, тебя видят, тебя видят, что ты вот такая вот, да, твой образ. А вот раз — и радио. И тебя не видят, люди слышат. И нужно так зацепить своей харизматичностью голоса, тембральностью, индивидуальностью. Ты должна рассказать, разложить. Интенционностью. Интенционностью. То есть ты должна её жить. Твоя эта история, не твоя. Если тебе песня понравилась, значит, она понравилась, значит, ты должна её прожить. Вот я так и проживаю. А по поводу того, что ты сказал, как я начала так петь, после того, как я уехала в Москву, и своей Тульской губернией был у меня такой шаг, я приехала сюда, и я решила создать свою шоу-группу, в которой у меня были и музыканты, и была хореография, и были вокалисты. Я была руководителем шоу-группы, называлась «С плюс», потому что можно... Не потому что я Светлана, и плюс все остальные, потому что у меня были в коллективе и Сергеи, и Светланы, и я сама, и я решила, что С и плюс. И мы делали универсальные программы. У нас были и саксофоны, и гитара, и, естественно, был солист великолепный. Вот, к сожалению... Это камера-группа была или вы собственная? Это были часть каверов, а потом вот там-то и сподвигло меня написать стихи и попробовать сделать свои песни. К сожалению, мой солист и тот человек, с которым мы задумали создать сольный альбом, и альбом именно написанный нами, на наши стихи, чтобы нам написали музыку, и это должен был быть дуэтный альбом. К сожалению, Сергея Орлова «Царство небесное» тоже уже не стало достаточно в молодом возрасте, шикарного, красивого, с необыкновенными голосовыми данными, но я практически пять лет прошагала с ним рука об руку, и, к сожалению, наша задумка не удалась в связи с его гибелью, а всё-таки мне удалось записать свой дуэт с ним на мои стихи «Встреча». И после этого, Виктор, я как раз и написала целый альбом на свои слова, выпустила, и он в интернете есть, если кто-то из слушателей заинтересуется. Он так и называется «Встреча». Вот весь альбом написан на мои стихи. И я призываю искать Светлану Фетт на всех цифровых площадках, во всех соцсетях, где возможно добавляйте, потому что Светлана действительно человек, которых мало. Вот этой душевности сегодня, искренности, душевного тепла не хватает, потому что есть всё, что угодно. Есть прекрасные современные треки уже, не песни, а треки, я бы сказал. Прекрасные музыкальные фоны есть. Есть прекрасные девочки и мальчики, которые хорошо выглядят, хорошо скачут, поляшут и поют. Но вот это вот, когда певица имеет большой такой опыт жизненный, когда она через тернии шла к звёздам, когда она постоянно работает над собой, когда она постоянно прорывается, вопреки всему, к сцене. И со сцены несёт то, что несёшь ты, вечные ценности, то это дорогого стоит. И такую певицу нужно слушать и нужно искать в социальных сетях. Светлана Фетт, запомните, друзья мои, кто ещё не слышал это имя, обязательно слушайте. Спасибо, Виктор, огромное. Действительно, ты прав, что настоящий артист – это постоянная работа над собой, постоянная внутренняя критика. И как бы сейчас ни звучало бы, наверное, с многих сторон, да ты, наверное, поёшь не то, сейчас уже это не слушают. Не формат. Не формат. Ты вот посмотри, какие вот сейчас песни, попробуй, у тебя позволяют твои голосовые данные, а почему ты это? Я говорю, ну, посмотрите, ну, всё-таки, да, вот это, и как-то же я должна же в возрасте. Соответственно. Да ладно, всё это можно сделать там, зарешу. Я не могу так, друзья, я не могу так, Виктор. Для меня, пусть я буду устаревшей, немодной, зато я буду песню нести душой. И будешь самой собой. И буду самой собой. И будешь честной перед собой. Честной. И я знаю, что на моей песне обязательно найдётся свой слушатель. Если он найдётся и есть, я самый счастливый человек. Больше мне ничего не нужно. Я буду продолжать дальше петь для вас, друзья. И от этого мне хорошо, я этим живу. Что дальше послушаем? Послушаем, наверное, вот мы уже говорили, да, как так сегодня сталкиваться в жизни. Любого человека много есть. Трудности, препятствий, правильно. Мы не будем о них сегодня говорить. Я тоже такой же живой, нормальный человек, у которого есть и радости, и обыкновенные будни, и есть неприятности. Вот. Но всё это мы проходим достойно. И всегда, и всегда везде улыбаемся, и все говорят. Ой, у неё нет проблем вообще никаких, она замечательная, у неё всё гладко. Пусть так и думает, от этого мне хорошо. У меня есть новая песня «Несломленная жизнью», которую мы сейчас и послушаем. Слушаем в исполнении Светланы Фетт. Эту певицу надо запомнить, друзья, мы ещё раз говорим. Светлана Фетт. Ищите в социальных сетях, скачивайте. И так «Несломленная» на волнах радиовоз. Все думают, что в золоте купаюсь И жизнь моя им кажется игрой А я живу, люблю и не ломаюсь И делаю, что нужно мне самой Любимая, счастливая, я знаю Душа моя звучит всегда струной Мелодию свою от всех скрываю Красивая она, как солнечный прибой Не сломленная жизнью Я от любви взлетаю Былое стало тенью Я крылья расправляю Не сломленная жизнью Я верю в свое счастье Я крылья расправляя Влетаю сквозь ненастье Не сломленная жизнью Не сломленная жизнью Я от любви взлетаю Былое стало тенью Я крылья расправляю Не сломленная жизнью Я верю в свое счастье Я крылья расправляя Влетаю сквозь ненастье Пусть думают Что в счастье утопаю И сердце не наполнено тоской Я падаю, встаю, себя спасаю И создаю, что нужно мне самой Любимая, счастливая, я знаю Душа моя всегда звучит струной Мелодию свою От всех скрываю Красивая она Как солнечный прибой Не сломленная жизнью Я от любви взлетаю Былое стало тенью Я крылья расправляю Не сломленная жизнью Я верю в свое счастье Я крылья расправляя Влетаю сквозь ненастье Не сломленная Былое стало тенью Я крылья расправляю Не сломленная жизнью Я верю в свое счастье Я крылья расправляя Влетаю сквозь ненастье Не сломленная жизнью Звёздная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ. Друзья, не сломленные жизнью, вновь стихи Ирины Мишиной и Александра Смирнов, и запись в Питере. Вообще люблю этот город, и почему-то многие считают, что это моя родина. Считают тебя из Петербурга многие. Да, 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 да. Многие почему-то считают из Петербурга, а сейчас прямо два слова. А знаешь, почему? Я знаю почему. Ты сначала скажи своё имя, и я потом тебе своё. Моя, наверное, значимая личность началась с Санкт-Петербурга и с международного портала Музея Шансона, которым, в общем-то, владелец является Владимир Степанович Окунев. Он меня с поп-джазовым альбомом, тем самым под названием «Встреча», выложил у себя впервые на своём сайте, где я говорила, такого не может быть. Мои песни вообще это не шансон, они туда не подходят, а он вот взял вот так вот пачкой, выложил. И я его благодарю, мы с ним дружим до сих пор. И вот с этого момента в интернете начало разлетаться потихонечку имя Светланы под фамилией Фет. Будем вот так говорить. А я считаю по-другому. Просто ты отличаешься от всех. Вот я сколько слышал с тобой и интервью, и вот ты себя так позиционируешь, и на концертах, и везде, как культурный человек. Вот поэтому тебя больше относятся к культурной столице. Потому что москвичи, пусть они не обижаются, наши звёзды, но они всё равно ведут себя немножко наглее. Немножко они распущеннее себя ведут. Ну, смотри, у меня так оно получилось. Родина-то моя Тула. И я этим очень горжусь. Это своими пряниками, своим оружием, левшой и самоварами. Ой, у меня была гармошка тульская какая. А, да-да, уж если на то. А поскольку я в Питере была очень частым гостем всех концертов, фестивалей, а потом и жюри, и всё остальное, конечно же, многим казалось, что я... Вот оттуда ветер и дует, конечно. А уже жизнь так связалась, что более 23 лет я нахожусь в Москве. Ну, как её тоже не считать? Конечно, конечно. Родная, уже близкая. Москва, кто бы что ни говорил, говорит, Москва нынче не та. Москва, кто как видит, такое на ему и кажется. Абсолютно. Главное, какой ты человек, остаёшься в этой Москве. Вот и всё. Да, вот если для нас она культурная столица, а для нас она исторический такой духовно-нравственный центр, я считаю, Москва, то для остальных я не знаю, кем она является. Может, для кого-то торговыми центрами, ночными клубами и так далее. Для меня нет. Конечно, есть хорошие рестораны, конечно, есть хорошие клубы, конечно, всё и есть в Москве, как в Греции, говорят, да. Но, тем не менее, нельзя говорить, что это столица нашей Родины, мы должны прославлять и любить. Согласна? Согласна. Оттого даже концерт назывался «Позволь тебе, Москва, сказать». Вот, вот, вот кому надо сказать. Москве сказала, считай, сказала всей России. Да-да-да. Это точно. Скажи, пожалуйста, вот дуэты в твоей жизни бывают, да? Да, бывают. Как ты к этому подходишь тоже как-то избирательно? Избирательно, конечно. Иногда уважительно ведь, признаюсь, понимаешь, да? Потому что я настолько корректный и мягкий человек, я не могу просто взять и сказать, не хочу, мне не нравится. Или там, я знаю, что мы с тобой не попадём тембрально или не совпадём в тональности. У меня такого нет. Я, если чувствую, что действительно мы, ну, будем не очень звучать, я этого человека обязательно по-доброму и по-дружески как бы скажу, что мы это сделаем чуть позже. А пока мы ещё как бы не готовы или. Конечно же, есть дуэты в моей жизни. Вот я уже сказала, что первые дуэты были с Сергеем Орловым. Кстати, я хочу сказать, что после исполнения с ним дуэтов очень было тяжело с кем-то начинать. И я потом очень долго искала солистов в свою группу. И практически, вы знаете, я, наверное, даже и не могу сказать, кроме одного человека. Я знаю, что он не будет на меня обижаться. Ярослав Дронов был в моём коллективе, ныне шаман. Это человек с моей родины. Мы с ним прошагали тоже годик вплотную рядом по концертам. И даже кавер пели. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки. И это было у нас. Ясно. Вот. Многие как бы... Ну, а потом уже я дуэт записала также с моим композитором, с Андреем Усмановым. Записала дуэт с Виталием Котицем. Это Одесса. Одесса меня очень любила. Очень часто приглашала к себе на выступление. И у меня уже даже была публика своя там, которые уже поклонники. Да, наше постсоветское пространство. Да, да, да. Прекрасный дуэт у меня вот совсем недавно был записан с Леонидом Телишевым. Я ему очень благодарна. Это такой, можно сказать, друг Михаила Круга. Круга, да, да. Он вообще на самом деле великолепный. А мы же с тобой и с ним сидели. Конечно, да. Большое сердце, помнишь, да, Вить, Ростов-Дон? Потом мы сидели на Левобережной ресторане. Да, 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 да. Так что у меня есть записан с ним дуэт. Люди тоже послушают. А еще один дуэт, который бы вот сегодня я тоже хотела бы предложить всем нашим радиослушателям прочувствовать и принести через себя. Это дуэт с прекрасным эстрадным певцом Андреем Бригом. Дуэт он хотел со мной записать, и я с ним. Наверное, где-то год мы не могли подобрать, как, что и какой бы нам подошел. Ну вот, наконец-то, мы соединились. И дуэт «Живи, играя» был записан. И на «Шлягер года» 22, премии которого я стала обладать, именно звучал наш дуэт «Живи, играя». Вот похвалилась. Ну правильно, а кто же? Так что получила и премию «Шлягер года» в Санкт-Петербурге, и исполнили совершенно новую песню «Живи, играя» с Андреем Бригом, которую я вот сейчас... Давай тогда послушаем, что тянусь. Конечно, конечно. Время позднее, время жгучее. Ты все знаешь не по годам. Непокорная, неприступная. Ночи звездные, когти острые, И на сердце дождь проливной. И не знает он, как же хорошо бывает с тобой. Живи, играя, ведь жизнь одна такая, Подкинет мне сначала любовь, Когда ее не ждешь. Живи, играя, особо не вникая, На чай, на пролет и в край, А утром все поймешь. Все расставила по местам, Время новое, время страстное. Ты все помнишь и по глазам, Можешь разгадать тайны разные. Ночи темные, песни звонкие, И на сердце дождь проливной. И не знает он, как же хорошо бывает с тобой. Живи, играя, ведь жизнь одна такая, Подкинет мне сначала любовь, Когда ее не ждешь. Живи, играя, особо не вникая, Ночами на пролет и в край, А утром все поймешь. Живи, играя, Ведь жизнь одна такая, Подкинет мне в значай любовь, Когда ее не ждешь. Живи, играя, особо не вникая, Ночами на пролет играй, А утром все поймешь. Ночами на пролет играй, А утром все поймешь. Звездная гостиная с Виктором Тартановым На радио ВОЗ. Дорогие друзья, Светлана Фетт, Певица, которой равных нет. А, да нет. Ну, я уже в рифму. Да-да-да, хорошо. На самом деле, Всегда приятно с тобой общаться. Еще раз говорю, Люди тебя считают, Такая молва, Что человек порядочный, Человек честный, Человек слово, Человек дело. Поэтому действительно, Все, что ты делаешь, Ты делаешь и искренне, И от души, И прочувствованно. И за это мы тебя все любим. Спасибо. Скажи, пожалуйста, Какие сегодня, Помимо того, Что сейчас ты запишешь альбом, Вот это, да, Новый, да, Какие у тебя есть еще, Какие-то, может быть, Мысли, мечты, Что бы ты еще хотела Вот в каком плане поработать? Может, с кем-то мечтала бы спеть дуэт? Может быть, хотела бы Где-то выступить на какой-то площадке, Вот еще раз сделать такой Грандиозный концерт, Такой творческий вечер. Да, и ты правда начнешь, наверное, С того, что действительно сейчас Уже в планах подготовка Презентации моего нового альбома Роза белая. Вот как бы это В обязательном порядке. Наверное, если получится, То мы запишем с Андреем Бригом Клип к песне, Запишем, снимем. Вот, не запишем, а снимем. Это тоже как бы план. Вообще, я человек такой, Который не отказывается От площадок и концертов, Потому что я не градирую Своего зрителя и слушателя, Потому что все люди, Если тебя хотят услышать, Значит, ты нужен, И ты чего-то стоишь. И я уверена, Что впереди есть еще площадки, И они, как всегда, Входят в планы. Это в обязательном порядке. А мечта, вот ты сказала, Я всегда мечтала сняться в фильме. И причем историческом. И вот та питерская компания фотографов, Которые приезжают в Москву. Им, наверное, мой образ как-то Или мое лицо подходит. И вот они всегда меня приглашают На рекламу их костюмов. А у них костюмы абсолютно разные, Начиная с исторических времен И Востока, и Индии, и Скарлетт, И винтажа, и наших царских моментов. Вот, даже попробовала себя в Алисе. Да, вот. И как-то сейчас со стороны так смотрю, Они говорят, Свет, у тебя целая уже портфолио, Подборка. Можешь этот альбом раскидать По киностудиям, И вот сто процентов, говорят, Какой-нибудь. Не каждый так в разных образах. Да, в разных образах. Но вообще мечта сняться, конечно, В историческом фильме. Я знаю, что это нужно проходить кастинги, Но у меня, к сожалению, наверное, Как у любого творческого человека, Не хватает времени. Но знаю одно, что если сильно хотеть, Мечты сбываются. И это точно. Да, и это когда-нибудь исполнится. Вот для полного счастья Сняться почему-то в исторической роли, Ну пусть не главной, Но заглавную ж точно. Да, на какой-нибудь так Длительно эпизодные моменты Какой-нибудь королевы. Ну что уже? Разменяется королева, так королева. Я думаю, что получится. Почему бы нет? Действительно, надо кого-то попросить, Чтобы кто-то раскидал портфолио, Которое у тебя есть. Наверное, да. Какой-то, может быть, Такой в нескольких словах. Видите, я еще, знаешь, Такой на самом деле Вот все говорят, Что я честная. Ну это, наверное, просто воспитание. Да, я очень честная. Я человек слова. Я не могу и не люблю обманывать. Не терплю, конечно же, Предательства и лжи. Это как бы противо. И еще я очень стеснительная. Не знаю, может, мне это в жизни, конечно же, И очень добрая, И исполнительная, как ты сказал, да. Что, опять-таки, не современно в нашей жизни. Но я вот такая, какая есть. И я очень стеснительная. Я всегда самокритична к себе. Поэтому вот там рассказать, Я посмотрю, думаю, Да нет, наверное, Нет, не буду. Скажут, вот какой-то там. И вот я вот так вот, знаешь, Иногда у меня вот такое бывает. Слишком к себе. Наверное, может, неправильно. Но буду надеяться, Что все-таки, все-таки Мои мечты будут сбываться. Я уверен, что сбудутся. Потому что вот те усилия, Которые ты прикладываешь постоянно, Они приводят к многим результатам И приведут еще к большему. Обязательно где-то звезды сойдутся. Следующую песню слушаем. А ведь по поводу того, Что мы будем слушать следующую песню, Я хотела бы сразу рассказать Прямо два слова тоже об их авторах. И это не просто авторы. Это люди, которые более 25 лет, Наверное, уже по 30 идут со мной в ногу, В ногу творчества. Это супружеская пара Наталья и Олега Кочаряны, Которые являются авторами песен и слов, И музыки многих. И в тот момент, когда я написала свой альбом, Я поняла, что не нужно один и тот же почерк. Правильно, да, ведь я говорю, Что же это я буду все время писать, Все будет немножко одинаково. Не хочу сказать, что я потом еще ни одной песни Написала-написала, но это было редко. Вот я и сейчас написала песню к 9 мая, Но она еще только в планах и будет записываться. Я сейчас прослушиваю все мелодии, Которые мне как бы авторы музыки сбрасывают, Чтобы душа так моя запала. Не буду пока об этом говорить. Потом, когда созреет уже все и срастется, Тогда я уже выложу. Так вот, с них потом у меня начался такой уже скачок с Олегой и Натальей, За что им огромное спасибо. С их песен. У меня их множество. И танго тет-а-тет, и скажи ему нет, И, господи боже мой, и шелкова трава, И просто любить. Я не знаю, сейчас, наверное, даже сложно перечислять этот целый... Цикл. Цикл, да, их песен. И, наверное, их тоже, наверное, уже 30, если не больше. Ну, слава богу, что есть такие авторы, Что есть такие люди, которые... Я хочу сказать, что Олег, ты и с Натальей идут со мной в ногу. Они помогают мне и продвигаться в интернете, И заниматься мною. И, в общем-то, снимают ряд вопросов. Это просто не люди, которые тебе написали, А это и друзья, и коллеги, и... И вот сейчас я хотела бы предоставить нашим слушателям Для внимания песню «Просто любить». В этой песне, наверное, собрана вся вот эта вот женская логика И сердечное чувство к прекрасному чувству любовь. И этой песне я в последнее время стала закрывать программы, Потому что мне очень хочется всем вам, дорогие радиослушатели, Тебе, Виктор, всем коллегам радиовоз Пожелать настоящей, огромной, тёплой, светлой человеческой любви. Потому что только любовью правит мир, и любовь спасает мир. И это самое огромное чувство, которое должно быть В сердцах каждого человека. Но я хочу сказать, что не у каждого, к сожалению, в жизни бывает настоящая любовь. Но тем не менее, те, кто этот дар получают свыше, Так же, как и дружбу, то эти люди счастливы. Мне хочется пожелать тебе творческого долголетия. Мне хочется пожелать тебе, чтобы все твои планы, мечты Сбылись, осуществились обязательно. Я уже вижу тебя в роли королевы в кино. Да, потому что ты артистична, ты пластична, И ты можешь больше, чем даже ты представляешь. Поэтому, когда время придёт, обязательно всё сбудется. Итак, слушаем песню «Просто любить». Давай говорить, не пряча глаз И верить в любовь, как никогда Не надо, прошу, красивых фраз Просто побудь сейчас Рядом и я Пообещаю в ответ Что буду сотни тысяч лет Просто любить тебя Как не любил никто И пусть во всей вселенной Нету ближе никого Просто любить тебя И разрывая небо Лететь к тебе во сна Где бы ты ни был Давай танцевать под шепот грёз Бродить в местопадах Бродит в местопадах до утра До утра Ревну я и в шутку и всерьёз Вновь целовать до слёз И это я Пообещаю в ответ Что буду сотни тысяч лет Просто любить тебя Как не любил никто И пусть во всей вселенной Нету ближе никого Просто любить тебя И разрывая небо Лететь к тебе во сна Между землёй и небом Нежности сгорать до тла Будем с тобой всегда Только люби меня Пусть бьётся сердце на разрыв Не обмани его Я хочу одного Просто любить Как не любил никто И пусть во всей вселенной Нету ближе никого Просто любить тебя И разрывая небо Лететь к тебе во сна Звёздная гостиная С Виктором Тартановым На Радио ВОЗ Дорогие радиослушатели Сегодня в нашей программе Была замечательная гостья Светлана Фед Светлана, огромное спасибо тебе За то, что ты нашла время Приехать на Радио ВОЗ Спасибо вам Что бы ты в двух словах Пожевала нашим слушателям Вот сегодня Непростые времена Как нам Вот так жить Чтобы мы Как сказать Не потеряли Чувство прекрасного Чувство ориентира духовного Что нам делать вообще Как нам Настраивать себя На позитив Ведь я вот В последние события В последние годы События Которые происходят В нашей стране Да и в мире в целом Я стала замечать Что вокруг стали люди добрее И отзывчивее Уж не знаю Как тебе Или кому-то Но вот мне больше Стало встречаться Таких людей И это великое счастье Поэтому первое Что бы я хотела Всем нашим радиослушателям Пожелать Оставайтесь добрее Друг другу Добрее Терпимее С пониманием Сейчас я знаю Что очень тяжелые времена Но вот Эта доброта Душевное тепло Какая-то взаимопомощь К друг другу Открытая Честная И просто Любовь Как в моей песне Действительно Спасет этот мир Вот я Только этого Хочу сейчас Пожелать всем нам Конечно же Терпения Конечно же Здоровья И Быстрее Мирного неба Над головой Как не печально Это сказано Спасибо тебе большое До новых встреч Спасибо вам До новых встреч Радио Увоз Звезд Процветания И творческих Личностей Очень интересных И всего самого прекрасного Звездная гостиная Авторская программа Виктора Тартанова Нараза